Откормочный комплекс на 40 тысяч голов КРС построят в Туркестанской области. С инвестиционным проектом ознакомился премьер-министр Алихан Смаилов. Стоимость откормочной площадки – 20 миллиардов тенге. Ежегодно комплекс будет производить до 20 тысяч тонн мяса. Также глава Кабмена презентовал проект будущей теплицы. На площади в 51 гектар ежегодно планируют выращивать 25 тысяч тонн томатов. Премьеру доложили о строительстве газовой и солнечной электростанций и о ряде других объектов. По мнению Алихана Смаилова, запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость Южного региона, а новые аграрные объекты внесут значительный вклад в реализацию поручения президента по обеспечению продовольственной безопасности страны. Во время этой же рабочей поездки в Туркестанскую область Алихан Смаилов озвучил и сумму конфискованных у коррупционеров денег, которые направят на строительство школ в стране. По поручению главы государства, изъятые у коррупционеров средства, теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядке 100 миллиардов тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре. В Москве прошел экспортный форум «Сделано в России» и выставка уникальной продукции и новейших технологий. Михаил Мишустин провел переговоры с теми, кто внедряет новейшие технологии в жизнь. Кому-то не хватает светодиоидов, другие ждут поправок в законах, чтобы упросить выпуск серийных зарядных станций для электрокаров. Но главное внимание российских экспортеров сейчас на новые рынки сбыта. Так Россия осваивает новую географию торговой экономических отношений, который включает страны Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока, а также в Европу. В деловой программе формируют 40 мероприятий, объединенных по ключевым направлениям. Это поддержка бизнеса, география экспорта, цифровые решения, международный диалог, аналитика, финансы и технология сбыта. Расширился экспорт промышленных товаров страны БРИКС. Очень хорошая динамика по Турции, Египту, объединенным Арабским Эмиратам. Европейские страны отказались от закупок продукции наших металлургов, чем заметно повысили свои издержки. Уже увеличиваются поставки прокатов государства Азиатско-Тихоокеанского региона в страны СНГ. Количество стран, которые заявились для участия в нашем форуме, в три раза превышает прошлый год. 78 стран прислали своих делегатов для участия в этом форуме. В пять раз у нас больше иностранных делегатов относительно прошлого года. Лидеры Евросоюза достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, речь идет о добровольной совместной закупке газа, энергетической солидарности. В случае в перебои с поставками и усилиях по экономии электроэнергии. При этом страны-члены не смогли договориться о потолке цен на газ. С критикой этой идеи выступили Венгрия, Германия и Нидерланды. На саммите была предложена система объединения закупок газа с возможностью корректировать ее в исключительных обстоятельствах. Кроме того, Брюссель настаивают на создании нового индекса СПГ, который будет лучше отражать состояние рынка после резкого сокращения импорта голубого топлива из России. Как следует из письменных выводов, существует твердая и единоношно разделяемая решимость действовать единым фронтом в Европе для достижения трех целей – снижение цен, обеспечение безопасности поставок и продолжение работы по сокращению спроса. Мы намерены выделить до 40 миллиардов евро из средств, которые остались от предыдущей финансовой схемы. Так что благодаря этому государства-члены смогут помочь наиболее пострадавшим от энергетического кризиса, уязвимым домохозяйством или малым и средним предприятиям. Но на самом деле необходимо больше средств для поддержки малого и среднего бизнеса, а также более крупных отраслей промышленности, чтобы справиться с высокими ценами на энергию. И здесь очень важны инвестиции. Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Твиттера в случае покупки компании. При этом сокращение рабочих мест фонда заработной платы ожидается в ближайшие месяцы, независимо от того, кто будет владельцем компании. Соцсеть также намерена сократить свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных. Твиттер работает 7,5 тысяч сотрудников. Если план Илона Маска будет реализован, то в компании останется порядка 2 тысяч сотрудников. В Твиттере планы о сокращении штата отрицают. Одна из самых ожидаемых сделок этого года может завершиться в ближайшую неделю. О своем желании приобрести соцсеть за 44 миллиарда долларов Маск объявил в апреле и уже в мае запросил у компании данные о фейковых аккаунтах. Не получив их, бизнесмен заявил о решении отказаться от покупки. Тогда Твиттер подал иск бизнесмену из-за остановки продажи по его инициативе. В начале октября Маск решил возобновить переговоры. Суд дал Маску срок для завершения сделки до 28 октября. Продолжение следует... Продолжение следует...